А тут как в Гарри Поттере. Это не волшебник выбирает палочку, а палочка волшебника. Мне очень повезло. Я ему не искала, я пришла, мы посмотрели друг друга и все, и остались. Я сравнила две школы, и в первой школе мне не понравилось то, что учитель отрабатывал техники продаж. Она не смотрела мне в глаза, а мой учитель смотрит не в глаза, мне это нравится. Нужно сначала понять, как он преподает. Нужно на первом занятии посмотреть, что за человеком. Нужно просто заниматься и в конце концов... Просто решиться пойти в школу и сделать шаг, и, возможно, вы найдете сразу своего учителя. Мы случайно наткнулись на сайт школы Виртуоза, и там было очень, так сказать, приятное оформление и информация. Ну, впрочем, мы решили сделать, так сказать, пробу пера и приехали сюда. Ну и вот получилось так, что здесь очень круто. Наверное, мне повезло. Да, я думаю, что мне повезло. Я думаю, нужно просто спросить у своих знакомых. И просто понять, твой это человек или нет. Насколько он доходчиво тебе объясняет, и насколько ты чувствуешь то, что он объясняет. Ты просто приходите к Илье, и он самый лучший, и вы сразу надеете своего учителя. Мне кажется, это достаточно просто. Просто заходишь на сайт Виртуоза, ищешь своего учителя. Просто смотришь, если у вас схожие музыкальные вкусы. Я смотрела, как поют ученики, как поет сам преподаватель, и просто как-то на интуитивном уровне поняла, что Сережа – это мой преподаватель. И так и вышло.